Ни одно мероприятие, ни один праздник в Нерюнгре не проходит без участия этой яркой и обаятельной женщины. Ирину Кузьмину знают многие. Председатель общественной организации САХА Аймах. Творческая личность, активный общественный деятель и заботливая мама. Харизматичная и артистичная, она всегда заряжает положительной энергетикой окружающих, излучая радость и доброту. Цель всех наших мероприятий это пропаганда и сохранение языка народа САХА. Мы знаем язык САХА, это древний язык, это язык эпос Алан-Хо. Алан-Хо у нас вошло, признанное ЮНЕСКО, это шедевр устного и нематериального наследия. Поэтому мы обязаны, как общественники, как общественные организации, которые включают САХА, Нерюнгринского района, именно нести эту культуру, нести свой язык. Мы знаем, что язык народа это культурный код, который сохраняет, развивает и пропагандирует традиционную культуру каждого народа. Дома Ирина Кузьмина заботливая дочь, мама и бабушка, которая окружила любовью своих близких и, несмотря на насыщенный график работы, всегда находит время для своей семьи. Дома абсолютно другой человек. Очень многие мне в лице этим, допустим, говорили, ой, у тебя мама такая строгая. Я говорю, ну да, наверное, это потому что, ну, работа такая. А в школе, наверное, по-другому никак, а дома нет. Она всегда со мной на одной волне. Понятно, что да, я тоже, может быть, где-то воспитывалась строгостью, но это, я считаю, так и должно быть. Ну, а так, мама добрая, мама гостеприимная, мама общительная. Ну, все это знают, наверное, видят. Ну, и быт всегда у мамы налажен был, всегда. У нас был всегда всю жизнь большой огород. Мы вдвоем растили этот огород спокойно, сутками на нем работали. Никогда мне не было сложно маме как-то помочь. Маме не нужно было меня где-то заставлять. Она мне сказала, пошли, пошли по ягоду, значит, по ягоду. В огород, значит, в огород. Куда-то там, не знаю, в лес, на рыбалку, еще куда-то всегда с ней. Поэтому мама, как бы, самый добрый, наверное, на свете человек. Хотя многие считают, что она очень строгая, где-то сдержанная. Вот, а я вижу ее совсем другой. На первом месте семейные ценности. Уважение к своим предкам, которых в семье Кузьминых помнят и чтят. И это не просто слова. Ирина Ильинична сама составила генеалогическое древо своей семьи. Вот это семейное древо, соединенное моего папы и мамы. Это семейное древо только с маминой стороны. То есть ее родители, прародители. И вот до седьмого колена каждый должен знать. И отдельно у меня генеалогическое древо со стороны папы. То есть дедушки. И вот это все я по крупицам собираю, с родственниками общаюсь. И вот такое в программе, сама не видеопрограмма. Сама вот так делаю генеалогическое древо, которое сохраняется. И чтобы люди знали о своих... Ну, дети, конечно, это все для детей делается. В семейных архивах бережно хранятся вырезки из газет. Старые фотографии, награды. Все это собрано в брошюры и альбомы, чтобы не потерять ничего важного и сохранить информацию о предках для будущих поколений. Также собираем и вот книги. История села Улахан Мунку. Это родина. Здесь тоже есть воспоминания моей мамы. Дальше у нас здесь книги. Ну, вот такие вот семейные книги, я считаю, это реликвия, которая будет оставаться. И в Сунтарге, вот я работала, да, вот эти все юбилейные книги. Здесь везде есть страницы, где рассказано обо мне, да, тоже. Вот мои коллеги пишут, да. Это, в общем, про Алекминский район, так как я сказала, что я все равно считаю свою родину Алекминск, поэтому вот такие вот книги. Род Кузьминых довольно известный. Один из родственников, Ариан Ильич, был одним из первых ректоров ЯГУ. А дядя Валерий Кузьмин – заслуженный пилот СССР. Первый летчик Саха – выдающийся руководитель авиации Якутии. Ирина Кузьмина родилась в Алекминском районе, который до сих пор считает своей родиной. И с нежностью вспоминает время, проведенное в родном селе. Затем семья Кузьминых переехала в Сунтарский район. Ирина – самая старшая сестра, поэтому с самого детства была ответственной за младших сестру и братьев. Мы с сестрой жили очень дружно, но Ирина всегда была образцом для подражания моего, так сказать, да. Когда я вот становление моего подросткового возраста, я брала пример с нее всегда в одежде. Она у нас творческий человек, она очень хорошо рисовала, очень модно одевалась. И я старалась быть на нее похожей во всем. Поэтому я очень рада, что у меня есть такая старшая сестра. Ирина с детства любила шить. Шила сестре, братьям, сама одевалась модно и красиво. И всегда была активной и веселой. Она шустренькая, тоже так ши, бегала тут где-то. Она тихая, активная. Как сами знаете, такая есть, простая семья. После школы Ирина поступила в Новосибирск и освоила профессию швеи-мотористки. Закончила с красным дипломом в свое училище и пошла работать на фабрику во время практики. И все лето уже как бы работала швеей третьего разряда. Тут, когда я начала там уже работать, меня назначили бригадиром. Тогда пошла такая волна социалистических соревнований комсомольско-молодежных бригад. Меня назначили бригадиром. И я так вот упорно взялась за свою бригаду. И мы стали занимать такие места на районном уровне. Нам переходящий выемпел вручали, снимали на телевидении мою бригаду, в газете была статья. И директор моего училища, в котором я закончила, видя мои организаторские способности работы с молодежью, предложила мне работу мастером производственного обучения в то училище, в которое я закончила. Я тогда мечтала стать технологом, конечно же, да, потому что я уже училась тогда. Я работала и училась, потому что я уже почувствовала вкус денег, да. Зарплата на тот момент была хорошая, можно сказать, да. И мне приходилось выполнять двойную норму, подработки брать, да, потому что у меня большая семья. Надо было помогать матери. И вот поэтому уже как-то я уже начала задумываться о том, что я уже буду, наверное, учиться именно на вечернем, чтобы была возможность и работать, и учиться. И потом уже, закончив, стать технологом, а потом, может быть, открыть свое дело и стать моделером, как и всегда я мечтала. Ну, это было неожиданное предложение моего директора. Меня, конечно, очень немножко смутило. Я очень долго думала об этом, потому что учительницей никогда не мечтала быть. Но Ольга Михайловна была настолько настойчива и сказала, давай, Ирочка, попробуем. Если не понравится, ничего страшного. Ну, и таким образом, вот у меня с 81-го года, сразу, как я закончила училище, началась моя педагогическая деятельность. И теперь у меня педагогический стаж составляет 40 лет. Вот в прошлом году мне ровно 40 лет. Я обучала девочек, я была мастером производственного обучения. То есть я обучала молодых девчонок трикотажному делу. То есть вот эти майки, сарафаны с трикотажа, это все мы шили на трикотажной фабрике, и куда мы готовили кадры, потому что у нас свое было базовое предприятие, как раньше это было, да, и готовились молодые кадры. И вот я работала там именно вот как производственник. Именно показывала рабочие приемы, потом их трудостроила на практику, потом на работу. И таким вот образом началась моя педагогическая деятельность. Но вечерами я вот, допустим, в 4 утра встала, в 6 часов у меня смена, в 3.40 смена заканчивается, в 6.40 у меня начинаются занятия в институте, в 11 я прихожу после занятий, до 3 часов у меня лекции. И так вот я 6 лет получилась на вечернем отделении, получила свой такой вожделенный диплом, инженера-технолога, швейного производства. Но меня так затянула вот эта работа, педагогика, да, так сказать. Поэтому мне уже как-то вот так дальше и пошло. Любовь к рукоделю и творческие наклонности девочки в семье Кузьминых унаследовали от мамы и бабушки. Мама наша была мудрая, она никогда так не поучала. И мы брали, и в нашу жизнь никогда она не лезла, но мы все знали, что делать, чтобы советоваться с ней хорошо. Она всегда нам советы давала хорошие. Так она говорит, это ваша жизнь, так что это ваш выбор. Вот таким манером она нас воспитывала, потому что мы тоже. Самая главная черта – это ответственность. Мы очень ответственны, я сама по себе. И мои дети тоже. Ответственность, самое главное, ну и трудолюбие. Мы всегда трудимся, знаем, что надо делать в таком плане. Я тоже люблю шить, я шью, люблю одеваться красиво. И увлекаюсь танцами, восточными танцами. И сейчас фламенко занимаюсь, уже 7 лет, по-моему, выступаем. Тоже призовые места занимаем. Мы все любим. У нас как бы мама поет хорошо, тоже любит танцевать. Я тоже. У нас тетя была, мамина сестра. Она дом культуры, культ просвет закончила. Поэтому двоюродные братья все на гармошках играли. Поэтому у нас как бы творческая накованность почти оттуда, наверное. Мама Антонина Сергеевна в свои 83 года ведет активный образ жизни. Участвует в общественной жизни города, посещает мероприятия и дома не сидит без дела. Занимается вышивкой, освоила разнообразные техники. Мулине, вышивку крестом, гладью. Всем детям, внукам и правнукам делает именные, освященные в церкви, обереги. С учетом знака зодиака, стихии, подходящего животного и растения. Друзей и родственников тоже балуют подарками ручной работы. Вот такие уникальные картины и сувениры могут украсить дом или офис. Только можно учиться жизнелюбию, оптимизму. Действительно, она настолько человечна, настолько добра. И она настолько тоже располагает всех людей. У нее даже на улице, когда она идет, ее с ней знакомятся и здороваются совершенно незнакомые люди. Вот от нее такая энергетика исходит. И она до сих пор у нас ходит на танцы, несмотря на то, что она с тросточкой. И может до последнего танца. Вот на моем юбилее мы гуляли там до полтретьего. До последнего танца, если она пошла в ресторан, это все. Там мальчики, мужчины все ее приглашают. Все ее восторгаются, удивляются, насколько она умеет танцевать. И вот поэтому мы у мамы принимаем не только ее мудрость, не только ее доброту, а именно вот это жизнелюбие, которое располагает всех людей. И поэтому я считаю, что в нашем роду, у нас все, как вы сегодня уже разговаривали, у всех есть такое притяжение, наверное, да, вот это вот именно жизнелюбие. Такие качества, как трудолюбие и целеустремленность, передаются от бабушки к матери, от матери к дочери. Сейчас четыре поколения в семье Ирины Еленичны бережно хранят эту родственную связь и свои семейные ценности. С самого детства всегда все активно у мамы и у меня, конечно, потому что я всегда с мамой рядом. Иногда сложно, иногда интересно, но в большей степени мне нравится, какая у нас жизнь разнообразная всегда была с самого моего детства. Что мама меня с самого детства прививала к цене, хотя, может, где-то в детстве я этого не понимала и стеснялась. А теперь я понимаю, что да, много было вложено в меня в свое время. И, наверное, поэтому мне не страшно сейчас как бы и спеть на большой сцене или еще что-то. Смотря на маму, выросла, наверное, такой же трудолюбивой, целеустремленной, я бы сказала, самое главное слово. По жизни я его веду с собой. Это целеустремленность и прививаю это к своим детям, чтобы они тоже видели цель, шли к ней. Пускай он будет какой-то путь сложным, но надо идти дальше. Всегда вперед и только вперед. Мама у меня такая была, и я вот хочу быть такой же, как она. 12 лет Ирина Кузьмина прожила в Новосибирске, после чего вернулась в родную Якутию. Еще когда я там в Новосибирске училась, меня директор того тоже же училища прослышал уже. А мама, мама с папой работали в училище в селе Сунтар. Хозяйство частное там было, поросята и тому подобное. А директором туда назначили именно директора школы, которую я закончила. Он меня прекрасно знал, Семен Александрович, я же в школе хорошо училась. И вот он когда узнал, что я в Новосибирске работаю мастером, он говорит, давайте, что она там делает в Сибири, пусть возвращается на родину и работает здесь. И вот когда мне пришлось волей судьбы, когда мама заболела, вернуться в село Сунтар, естественно, Семен Александрович, прослышав это, я говорю, я беременна, и он говорит, ну, срок маленький, давай выходи на работу. И прямо я чуть-чуть поработала, родила, и потом уже в 9 месяцев опять уже вышла на работу. Тут я тоже работала сначала мастером, тоже, но готовили портных вышивальщиц, именно по национальному шитью, вышивка национальная, потому что Сунтар это действительно такой самобытный национальный улуз, где почитают традиции, где все знают свой язык. И мне, конечно, первое время было очень трудно на языковой борьбе перейти, потому что я закончила русский класс, как раньше называли, да, русские классы были обучающие, потом в Новосибирске, естественно, там тоже больше на русском. И Сунтари, это мне пришлось свой язык изучать, Сунтари, и уже разговаривать на якутском языке. А Ксюша, так как родилась Сунтари, она очень хорошо знает якутский язык, пишет, читает, поет на якутском языке. И вот на наших концертах Сахай-Мах, вот мы два года подряд традиционно проводим концерт в Дню Республики, Ксюша именно выходит, выступает, а в этом году мы уже начинаем приучать к языку Вероничку. Но мы ее не принуждаем, она сама захотела знать, мне говорят, якутский язык, и вот они с мамой в этом году пели на якутском языке песню про любовь на концерте. Внучка Вероника в этом году собирается в первый класс. Это очередная звездочка, которая унаследовала от мамы, бабушки, прабабушки природное обаяние и творческий потенциал. Я уже хожу в лагерь, сегодня был второй день, и я закончила вокальную студию «Апельсин», потому что сейчас у меня выходные, и черлининг я хожу. Несмотря на юный возраст, Вероника уверенно держится на сцене. Занимается вокалом, посещает студию «Апельсин» и тоже принимает активное участие в районных и городских мероприятиях. Самое горячее – это солнце, самое холодное – это лед, ручейок, все пьется, тучка, все льет, а мой папа силе, самый нечего сказать, а у мамы, а у мамы самые добрые глаза. Так получилось, что благодаря Веронике Ксения тоже начала петь. И сейчас этот дуэт матери и дочери вызывает восхищение и бурю оваций. Причем в репертуаре песни на русском и на якутском языках. ПЕСНЯ В Нерюнгре Кузьмины переехали в 2007 году. Здесь Ксения закончила школу, а сейчас является сертифицированным фитнес-инструктором. Сама Ирина Ильинична получила два высших образования. Имеет два диплома о профессиональной переподготовке, является отличником образования республики с 40-летним педагогическим стажем. А я сюда приехала, естественно, тоже куда по специальности пошла в Южно-Якутский технологический колледж. Меня приняли методистом по научной работе. И также я там проработала 7 лет. Потом, когда здесь филиал же был, это ДВГУПСа, да, железной дороги, Южно-Якутский институт железнодорожного транспорта. И Навелла Васильева была директором. Она меня пригласила, когда я работала в колледже, говорит, давай сюда ко мне заведующим метод-кабинетом. Я говорю, нет, это высшая школа, там совершенно другой уровень. Я буду здесь. И тоже она мне год уговаривала. И потом это все-таки уговорила. И я вот еще 3 года отработала в высшей школе тоже. И вернулась опять в колледж, потому что сократили же филиал, как бы это, в Нерингре. И потом меня начала агитировать Ирина Ивановна Адамова, директор медицинского колледжа. А я уже говорю, я сама швейник, значит, веду дисциплины технические. Тут у меня железная дорога, а мне уже не хватает еще и медицины. Она говорит, нет, Ирина Алинишна, методистом. Все знают же, потому что методист это такая профессия. Конечно, сложно работать методистом. И сейчас тоже я уже в настоящее время работаю в медицинском колледже старшим методистом. И по воле судьбы, вот я все, что время отработала, я вот диплом второй образования педагога получила только 2 года назад переподготовку. А так вот, считайте, педагог без диплома отработала. И да, мне нравится моя профессия. Мне нравится не только с студентами работать, я же в большей степени работаю с педагогами, с преподавателями, как методист. И здесь именно сейчас, когда идет очень много инновационных движений, очень много экспериментальной работы, вот поэтому вся вот эта работа, работа проектная деятельность, продвижение, гранты, субсидии, это все как бы проектная работа, и вот эта вся документация, вся выполняется как бы мною, да, и под моим руководством. Поэтому очень интересно работать. Здесь, в Нерюнгре, с 2019 года Ирина Кузьмина возглавила общественную организацию Саха Аймах. Представители Саха Аймах принимают участие во всех праздниках. Без них не обходится ни один концерт в городе. Основные направления деятельности – это организация и проведение культурно-массовых мероприятий и популяризация традиционной якутской культуры. Сейчас важно, конечно, сохранять свою культуру, пропагандировать, популяризировать, да, и вот с этой точки зрения мы с Саха Аймах очень большую работу проводим. Конечно, иногда очень не хватает личного времени ни у меня, ни у моей команды на команды, но мы уже, коль пошли, старт уже такой сделали, нам уже теперь тем как бы сбавлять, ну, уже не стоит, видимо. Свою родную культуру и традиции Ирина Еленична развивает и пропагандирует не только на работе. Наша героиня – не только целеустремленный лидер и активный общественник, но и гостеприимная хозяйка. Родственников и друзей всегда ждет богатый стол с якутскими национальными блюдами. Естественно, я приготовила национальные блюда. Мама, вот, это фирменное блюдо, это вафли якутские, это мамино производство, да, это у нас харта национальное блюдо, это жеребячие кишки, да, именно жирные вот они такие должны быть, да. Наша строганина – это вот рыба, это печень жеребячая, да, это у нас кровяная колбаса идет, это говяжья колбаса красная, вы видите, да, а белая – это жеребенок. И мы… Ну, а мое самое такое блюдо, которое мне удается и которое всем моим родственникам и друзьям нравится, это отфаршированные караси. Тут тоже есть некие особое приготовление. Ну, вы же тоже, Саха, наверное, прекрасно знаете, карася внутренности не выбрасывают. Выбрасывают только вот эти вот кишок, шар, да, вот этот вот и желчь. Остальное все остается, вот это все пережаривается отдельно, добавляется гречка, тушится, да, и потом все вот это заправляется в караси. Я их с двух сторон в муке обваляю, пережариваю сначала слегка, да, а потом довожу до полного приготовления уже в духовке. И вот у меня вот такие вот получаются караси. Ну, и еще вот хотелось бы показать керчах. Это тоже одно из таких обязательных праздничных блюд народа Саха. Это взбитые сливки, да, которые подкрепляются ягодой. Вот у нас сегодня тоже керчах есть. Здесь у нас смородина, голубика, брусника, черника, вот ягода, да, чуть-чуть сахара. И вот специально вот это такое приспособление, которое заменяет у нас миксер. У нас электрических, я вот как-то пробовала электрическим миксером варенье, когда же мы протерты с сахаром делаем, да, ничего лучше нет. Вот такой вот мутовки, которая называется у нас, да, итык. Вот, и вот такими вот движениями в одну сторону вот этой мутовкой взбиваются сливки. И так же взбиваем мы и холодец взбиваем, и варенье. Вот это вот самое такое сказать. И не надо никаких электрических вот разных миксеров, да. Ага. Ну, вот так вот, да. И, конечно же, я вот еще хотела обратить внимание на стену, которая у нас украшена картинами и фотографиями якутского коня, да. И мы знаем, что народ сахар почитает, потому что это священное животное, как и у других народов, это тотемное священное животное. Это конь, который кормит, который одевает, который защищает, оберегает, и всему подобное. И вот та центральная фигура, которая вот вверху, да, вот, что тут ребята бегали, дети, это образ меня, это моя подружка сказала, Ира, это вот ты. Энергией и работоспособностью этой удивительной женщины можно только восхищаться. Вся ее жизнь – это движение вперед, стремление к самосовершенству и победам. В ней сочетаются и женская красота, и твердость характера, амбиции и обаяние. Все то, что помогает ей ставить цели и уверенно постигать новые вершины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова